МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Лучшие труженики". На доске почёта города разместили новые портреты передовиков. Второе рождение. После ремонта открыт стационар кожно-венерологического диспансера. Разгромный счёт. Юные армавирские хоккеисты одержали сокрушительную победу. Здравствуйте. В студии Марина Белова. Вместе с корреспондентами канала РЕН-ТВ «Армавир» познакомлю вас с основными событиями из жизни города. Лучшие из лучших. На армавирской доске почёта очередное обновление. Там разместили портреты горожан, добившихся в этом году отличных трудовых результатов. Они являются представителями самых разных профессий, но объединяет их то, что эти люди могут служить примером добросовестного отношения к своему делу. Тему продолжит Влада Волошина. Галину Купянскую многие армавирцы хорошо знают в лицо. Она активный участник всех патриотических мероприятий, частый гость в школах города. Галина Николаевна ветеран Великой Отечественной войны. Несмотря на преклонные годы, она и сегодня несёт службу по воспитанию подрастающего поколения. Мы ветераны вашей корни. Мы дарим вам жизнь. Мы теперь вручаем ваши молодые руки и её эстафету. И вам надо свою жизнь прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И чтобы вам не стыдно было перед вашими потомками за ваши деяния. Как не стыдно нам перед вами за наш ратный и трудовой путь. Такие люди – гордость нашего города. Их портреты и должны быть размещены на доске почёта. Не все заслужили это право в бою, как Галина Купянская. Но даже и в мирное время есть место подвигам – трудовым. Сегодня мы приветствуем в этом зале самых лучших людей, которые определены в коллективах самыми лучшими, авторитетными, действительно по своим трудовым успехам. И мы должны на примере вашем сегодня позиционировать и молодёжи, и всем другим ту работу, которую вы выполняете. Армавир встречает свой очередной день рождения новыми достижениями. И стала уже доброй традицией в преддверии этого праздника собирать тех, благодаря кому наш город растёт и хорошеет. Это врачи, научные сотрудники, работники производства и обслуживающих предприятий. Первые лица Армавира отметили их добросовестный труд, вручили свидетельства о размещении на доске почёта и цветы. Горожане весь год будут любоваться портретами лучших тружеников. А для них самих это послужит хорошим стимулом к новым достижениям. Их присутствие на доске почёта – это очень серьёзный момент. В первую очередь для собственной семьи, потому что на этом примере будут воспитываться дети. Накануне торжественного мероприятия Галине Купянской исполнилось 89 лет. Своим соседям по доске почёта женщина пожелала дожить до такого же возраста и не снижать темпов активности. Они это пообещали. Влада Волошина, Евгений Халманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». К другим новостям. Стационар армавирского кожно-венерологического диспансера открыли во второй раз. Событие долгожданное и более чем торжественное. Здание было построено в начале 70-х прошлого века, и с тех пор здесь ни разу не проводилась реконструкция. По словам главного врача, сегодня от прежнего корпуса остались только стены и планировка. Остальное всё новое. Коммуникации, окна, кровля. Многие обратили внимание на оригинальные отделочные материалы. Ирина Рухлядко узнала, что они прибыли из Италии. Сентябрь 2012-го. Это дата второго рождения стационара. На открытие пришли не только сотрудники этого учреждения, но и врачи городских поликлиник и больниц. Что такое ремонт, они знают не понаслышке. Отрасцы здравоохранения Армавира сейчас переживают своеобразный бум по модернизации. Уже привели в порядок больше десятка медучреждений. Чуть больше полугода назад строители начали работы в стационаре кожно-венерологического диспансера. Как всё преобразилось, почётные гости увидели своими глазами. Они прошли по этажам, посмотрели палаты, комнаты и медицинского персонала. Обновился комплекс для раздачи и приёма пищи. В семь месяцев длился ремонт. Конечно, всё это сделано благодаря программе губернатора модернизации здравоохранения. Я хочу сказать, в 2011-м году, в 2012-м году все наши и поликлиники города, и все наши стационары, все находятся в ремонте. Где-то ремонт уже завершён, где-то ремонт продолжается. Всё это благодаря средств федерального бюджета и краевого бюджета. В общей сложности на ремонт стационара было выделено более 17 миллионов рублей. Это деньги краевого бюджета. По словам главного врача, двухэтажному зданию кардинальная реконструкция была необходима. Здесь заменили кровлю, коммуникации, окна, электрику, установили новую мебель. Многие гости обратили внимание на отделку. Эту плитку пришлось заказывать у итальянских мастеров. Теперь каждая палата решена в определённом стиле. Там, где есть стразы, будут находиться женщины, более сдержанное оформление для мужчин. Полностью отремонтированы первый этаж, где лежат дети. Удобными для работы стали процедурные кабинеты и комнаты персонала. Программа модернизации, в которой мы участвуем, это она подразумевает не только улучшение материально-технической базы, но она подразумевает ещё и улучшение оказания медицинской помощи населению. И мы сейчас, сделав такой ремонт хороший, имея такое хорошее оборудование, я так думаю, что мы серьёзно повысим уровень качества оказания медицинской помощи. Я хочу лично от себя, от своих сотрудников, от пациентов, которые сейчас находятся в прекрасных условиях, сказать огромное спасибо нашему губернатору. И ещё раз спасибо. В стационаре, хоть он и не носит статус межрайонного, проходят курсы лечения не только армавирцы, но и те, кто живут в семи соседних городах. Рассчитан комплекс на 95 больных. Теперь условия для выздоровления, уверены врачи, более чем комфортные. Осталось дело за малым, привести в порядок прилегающую территорию и украсить двор больницы новыми клумбами. Ирина Рухлятка, Артур Каджанян, Служба информации, телеканал РНТВ, Армавир. Продолжаем выпуск. Глава города Андрей Харченко высказал претензии по поводу низкого темпа ремонтных работ в Армавирской государственной педагогической академии. Он потребовал от подрядной организации существенно ускорить темпы и увеличить количество строителей. Сейчас в главном корпусе пострадавшим от январского пожара идет демонтаж сгоревших перекрытий. Но, как убедился Андрей Харченко, работы продвигаются слишком медленно. Все хорошо, что начали, контракт подписали, в зиму заходим, но людей тут надо в три раза увеличивать, как минимум. Как минимум. То, что разобрали за неделю полы, это хорошо, но тут кроме полок тут работы. Разобрали не только полы, разобрали кровлю все временную, выставили леса. Давайте, мне рассказывать не надо. Поэтому я-то знаю, сколько надо сделать и что нужно делать. Тут работали. Каждый угол заходи и делай. Так мы будем прицеливаться, пристраиваться. Сейчас у нас погода стоит хорошая, через 2-3 недели у нас пойдет дожди и все остальное. Сегодня требуется максимально ускорить монтажные работы, чтобы успеть до наступления заморозков. Глава города потребовал от подрядчиков до начала следующей недели предоставить график проведения мероприятий. Кроме того, Андрей Харченко остался недоволен тем, что, огораживая стройплощадку, строители полностью перекрыли тротуар. Люди идут вдоль обочины, по дороге. Это неправильно. Все заборы ставятся по деревьям. Там делаются деревянные, из досок в бушке делаются деревянные настилы. И люди идут по деревянному настилу. Здание главного корпуса Армавирской педакадемии должно быть восстановлено в его прежнем виде. К концу декабря планируется заменить окна, кровлю, плиты перекрытия, электрокоммуникации, отопление, пожарную и охранную сигнализацию и провести ряд других работ. Марина Белова, Евгений Замареев, Евгений Халманских, служба информации канала РЕН-ТВ Армавир. Массовые гуляния начнутся только ближе к выходным. Но у большинства армавирцев настроение уже приподнятое. День города – это традиционно один из самых любимых праздников. Ответами на вопрос, как его провести, чтобы и городской бюджет не слишком прохудился, И чтобы было весело, армавирцы поделились с нашей съемочной группой в рамках еженедельной рубрики «Народ хочет знать». Чем день города ближе, тем жарче разгораются споры. Армавирцы активно обсуждают, лучше ли потратить средства на концерт со звездами и салют, или отметить праздник по-семейному, а сэкономленное отложить на серьезное дело. Мнения разделились. Многие говорят, что артистов российского масштаба можно каждый день видеть на экранах. А вот выступление местных талантов – это эксклюзив, насладиться которым выпадает случай только по праздникам. И на концертах, посвященных Дню города, таким номерам – самое место. По-моему, у нас все звезды хорошие. Даже наши армавирские с удовольствием можно послушать. И поют хорошо, и танцуют. Но для некоторых то, что будет происходить на сцене – дело десятое. А важнее – встреча с друзьями и отдых большой компанией. Тот встает в вопрос о безопасности. Боятся армавирцы террористов и хулиганов и перебравших с алкоголем граждан. В армавире каждый год такое. То бутылки из-под пива летают. И поэтому побаиваемся сюда приезжать вечером. Несмотря на такие неприятные истории, большинство горожан собираются участвовать в массовых гуляниях. И в том, что рождение праздника не окажется лучше самого праздника, они не сомневаются. Поделиться своими впечатлениями от увиденного горожане смогут в следующий вторник. Наша съемочная группа будет дежурить в центре города у светодиодного экрана. Ольга Чухонцева, Евгений Халманских, служба информации телеканала РНТВ Армавир. К другим темам. Чиновники всех уровней обеспокоены ситуацией на российских дорогах. В разных городах произошли сразу несколько серьезных ДТП. Армавир не исключение. Случаев с летальным исходом, к счастью, не было. Но в больнице после крупных аварий оказались 6 человек. Подробности у Ольги Чухонцевой. За два дня три серьезных происшествия на дороге. Первое из них случилось в воскресенье на въезде в поселок Заветный. Водитель автомобиля Пежо пытался развернуться на проезжей части. Но, совершая маневр, не увидел, что в попутном направлении едет другая иномарка. Начал разворот от правой обочины. Не предоставил преимущества движения автомобиля в попутном направлении. И допустил с ним столкновение. В попутном направлении двигался автомобиль Пежо. Сразу с места ДТП были госпитализированы три пассажира автомобиля Ниссан. В последствии в больнице также обратился водитель автомобиля Пежо. Все данные граждане госпитализированы с телесными повреждениями. В понедельник в аварии пострадал мотоциклист. Но на этот раз именно он соблюдал правила. Владелец двухколесного транспорта двигался по главной. Выезжающий на нее автомобиль не уступил дорогу. В результате мотоцикл и шевроли столкнулись. Ситуации на проезжей части автоинспекторы тем более обеспокоены, что впереди День города и количество транспорта, в том числе и Нагороднего, возрастет. А значит увеличится и вероятность ДТП. Госавтоинспекция города Армавира обращается к вам с просьбой неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим. В связи с празднованием на этой неделе Дня города огромная просьба не садиться за руль в нетрезвом состоянии. В праздничные дни дорожные полицейские перейдут на усиленный вариант несения службы. Дежурить они будут и в центре, и на выездах из Армавира. Но пройдет ли торжество спокойно в большей мере зависит от сознательности автовладельцев. Ольга Чухонцева, Евгений Халманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ Армавир. Новости спорта. Разгромный счет. За три периода, которые в общей сложности длились 40 минут, юношеская сборная Армавира забила в ворота соперников 18 шайб. Минувшее воскресенье в Ледовом дворце состоялся товарищеский матч между воспитанниками спортивной школы «Альбатрос» и командой из Ставрополя. Счет поразил и наставников, и болельщиков армавирских хоккеистов. Такую классную игру они показали после месяца каникул. С хоккеистами из Ставрополя армавирская команда играет не впервые, соперничество двух клубов идет и по ходу турниров. Но в этот раз встреча носила товарищеский характер. Зачеты и результаты не идут, а вот в психологическом плане, по словам тренеров, такие баталии очень значимы. Ребята открывают сезон, и от первой игры зависит многое. Ребята играют третий год. В принципе, для хоккея это они еще новички. Но ребята много уже увидели, много турниров прошли, прошли золотую шайбу России. Мы стали третьими в России. И в этом сезоне надеемся от них побед на ЮФО. С первых минут встречи армавирские хоккеисты повели в счете. Играли они мощно, раскованно и уверенно. Шайбы в ворота Ставропольского голкипера посыпались одна за одной. Соперникам приходилось лишь держать оборону. Второй период закончился с разгломным для гостей счетом – 14-2. Максим Кочетков оформил хэт-трик и стал автором пяти успешных передач. Молодой человек признается, хоккей – это не просто увлечение. Ему нравится быть первым. В третьем периоде, как ни старались ставропольцы, победный ход армавирской команды остановить не получилось. Матч закончился со счетом – 18-2. Такую классную игру наши хоккеисты показали после месяца каникул. Тренировки закончились в июле, а весь август ребята отдыхали. Теперь для многих начался сложный этап. Большинство спортсменов мечтают о серьезной карьере, как минимум, в краевом клубе. Я нападающий. Моя задача – отдавать красивые передачи, забивать голову. Я надеюсь, что меня заметят на каких-нибудь серьезных играх и заберут в Краснодар. Если родители поддержат меня переехать в другой город, в Краснодар, я достигну своей цели. Следующие игры армавирская команда проведет уже в рамках турнирного графика. Тренеры уверены, этот год станет успешным. И если в прошлом юношеская сборная заняла третье место, то в этом, как минимум, должна подняться на ступеньку выше. Это был заключительный сюжет. И теперь о погоде. Я передаю слово Ларисе Юровской. Она уже в студии, готова познакомить нас с метеопрогнозом на среду. Спасибо, Марина. Здравствуйте. 26 сентября будет солнечно и ясно. Ничто не омрачит подготовку к торжественной встрече гостей, которые приедут поздравить армавирцев с днем города. Температура воздуха утром 21, днем 27 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, умеренный. Ежегодно, начиная с 2001 года, 26 сентября отмечается Европейский день языков. Цель знаменательной даты – поддержать двуязычие просвещенных жителей Европы. Постарайтесь каждый день заучивать 10 иностранных слов. Так гласит одно из правил успешного человека. Но не стоит ждать завтра. Начните сегодня. У меня о погоде все, Марина. Информация синоптиков завершила выпуск. С новостями вы можете также познакомиться на сайте ravito.info и на авторадио Армавир. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ.